Всем привет дорогие друзья, с вами Маракаси. Сегодня я хотел бы показать вам шикарный бой на танке Т49 на карте степи. Этот легкий танк способен тащить даже в самом низу списка за счет своего смертоносного орудия, фугасницы, за счет которой, в общем-то, танк может наносить огромный урон, особенно картонным танкам. Вот, например, как сейчас высунулся бачат неаккуратно и получил на 877 урона. Кроме того, у танка есть отличная подвижность и он всегда может вовремя пойти в атаку, ну и наоборот отступить. Получается тут продамажить ЛТТБ, но еще урон не такой большой вылетел, хотя тоже неплохо, 361 урона. И наш герой продолжает тут стоять, пока что нету никакого смысла там куда-то спешить и сливаться. Получается еще нанести повреждение Т49 вражескому и, в принципе, пока что дело идет вполне неплохо. Ну, начало такое, скажем так, немножечко пустовое, но все-таки внизу списка как еще иначе действовать. Получилось еще нанести урон этому бачату, ему вообще повезло, что снаряд чуть вниз упал и попал в гуслю, так бы если бы чуть вверх он полетел, то бачат бы уже в ангаре был бы. Ну и наш герой продолжает ждать, может быть кто-нибудь из врагов снова высунется и удастся снова дать плюху противникам. Едет сюда ЛТТБ, противник маневрирует, по нему сложновато попасть, хорошо, что сбивает гуслю, но опять же чуть-чуть игрок не досвелся. В итоге снаряд упал в землю и не до конца получилось забрать ЛТТБ, тем не менее, снова помогают союзники и уничтожают вражеского светляка. Бачат, видимо, больше высовываться не хочет, там боится в кустах и не лезет. Обзор у ЛТТБ хороший, к тому же игрок возит с собой стереотрубу и если бы бачат высунулся, то он сразу бы засветился. Далее наш Т-49 решает вот такой вот сюрприз, устроить противнику, подъезжает и в корму его уничтожает. Противники продавили этот фланг и сейчас тут делать особо уже нечем, в одиночку вряд ли удастся всех сразу замочить. Хотя, может быть, если бы есть у нашего Т-49 какой-нибудь ядерный снаряд из Fallout, то можно было бы как-нибудь сразу одним снарядом полкаптера занести. Но, к сожалению, такого снаряда нету и наш герой немножечко отступил. Светится тут Т-10, противник как раз останавливается и получается дать ему урон. Но, союзник на бачате Т-10 добрал. Ну и пока что можно еще немножечко подождать, может быть, кто-нибудь снова тут засветится. Пока что вроде счет равный, но явно, в общем-то, команда сливается и силы не равны. Наш герой, конечно, понимает, что сейчас нужно тащить и каждая плюха, это очень даже важно, мазать сейчас нельзя. Вражеский ТВП Т-50-51 продвигается вдоль железной дороги и сейчас ему ни в коем случае нельзя давать уничтожать артиллерию. Игрок выскакивает на него и с одной плюхи забирает чешский танк. Но если бы сейчас наш Т-49 промазал бы, то им все бы закончилось чрезвычайно печально. Противники понемногу начинают появляться, пытаются они тут высветить артиллерию. Наш герой замечает вражеского Т-40, решает на него напасть в движении, без остановки, конечно, стреляет, но, к сожалению, машет. Но повезло, что противник промазал тоже, если бы он попал в борт, он мог бы и тысячу там урона нанести. А это все было бы крайне прискорбно. Т-49 снова появляется и на этот раз вертухан срабатывает, неприятель отправляется в ангар. Объект-140 еще приближается. Ну, у этого противника сложновато просто так поймать, ну, как-то с вертухана выстрелить по нему, потому как у точность у него гораздо лучше, чем у Т-49. И он почти что там не сводясь стреляет. К сожалению, все-таки противники уничтожают всю артиллерию, и наш Т-49 остается против трех противников. При этом все они 10 уровня. Засвечивается Объект-140, игрок понимает, что нужно сейчас попадать точно по противнику и наносить ему 433 урона. Не стоит забывать, что есть еще у вражеской команды артиллерия Т-92, у которой еще и сплэш огромный, но, правда, и сидение долгое. Получается тут уничтожить Объект-140, противник маневрировал как мог, но это его не спасло. Рядом взрывается снаряд артиллерии Т-92. И сейчас как-то предстоит разбирать Ваффентрагер Е-100. Из всех вообще десятых уровней Ваффентрагер Е-100 является самым уязвимым вообще противником для Т-49. Ну, вы сами понимаете, что огромная башня этой ПТ-САУ легко принимает урон. И Т-49 это все понимает. Заходит он в тыл противнику и наносит ему 970 урона. Т-49, мне кажется, является настоящим уничтожителем всех вот этих вот Ваффентрагеров, начиная с 8-го и заканчивая 10-м уровнем. Эти ПТ-шки лопаются очень легко с выстрела Т-49. Нужно произвести еще как минимум два выстрела, ну, может быть, один, если повезет, и тогда противник отправится в ангар. Но стрелять тут не очень удобно, к тому же Ваффентрагер уже обратила внимание на нашего Т-49. И игрок решает поехать за артой. Где, правда, она находится, неизвестно, но за счет скорости можно быстро тут прочесать местность и найти арту. Т-92 арта не очень быстрая, может быть, она далеко не уехала. Снова Ваффентрагер Е100 встает на захват. Это немного усложняет ситуацию, так как напряг небольшой из-за этого захвата, ну и время работает сейчас не на нашего героя. Ваффентрагер засвечивается Т-92, но наш герой тоже засвечивается. Игрок решает не уезжать, сводится, уничтожает Т-92, но Ваффентрагер Е100 успел два раза выстрелить. Повезло, что урон у противника не вылетел большой, ну, потому что один ХП всего-то осталось у нашего Т-49. То есть на ниточке просто висит исход этого боя. И снова удается дать плюху Ваффентрагер, но урон не очень большой, снаряд угодил в гуслю. Тем не менее, если сейчас попасть в башню, то получится противника забрать. И игрок пробует тут еще раз вертухана выстрелить, но не выходит. Противник мажет, может быть у него еще снарядов не так много осталось, может быть он вообще на перезарядке, ну, точно неизвестно. И смотрите, как Т-49 поступает, он просто в наглую выкатывается и забирает Ваффлю. Медаль Орлика, Защитник, Основный Калибр и Войн. 6407 урона игрок нанес и 6 танков он уничтожил. 2117 опыта получил, не считая, в общем-то, премиум аккаунта. На этом все, друзья, спасибо за просмотр, не забывайте ставить лайки, если бой вам понравился, желаю вам удачи, до скорых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok